Да, смотрите, я сторонник президентской республики, по крайней мере, на переходном периоде. Находится ли Молдова в переходном периоде, виднее самим жителям Молдовы, гражданам, но для Украины точно. Почему? Потому что парламент это в идеальном даже варианте, это столкновение разных групп интересов, часто с противоположными позициями. Государство не может управляться, тем более на разломе истории, на разломе геополитических плит, так как мы там вот сейчас. Просто потому, что в какой-то коалиции оказался на один класс больше, они получили большинство и сменили внешнеполитический курс. Даже в Конституции Украины безопасность государства и внешнеполитический курс это персональная ответственность президента, которая не может быть перевожена ни на кого другого. И четыре статьи Конституции это подтверждают у нас. Тут вопрос вот в чем, что где возможно парламентская республика в обществе, в которой устоялся, и давно устоялся, десятилетиями, а может быть и столетиями, которое прошло через серию конфликтов, устоялся стратификация общества, то есть то, как оно устроено, слои, основные политические силы, и есть общий консенсус, общий по поводу того, куда движемся, только разница по путям есть. У нас этого нет, у нас каждый президент меняет, каждый парламент, каждые пять лет меняет внешнеполитические курсы, внутриполитические. Это невозможно, тем более во время войны. Я уже не говорю негативная сторона, когда депутатов просто закупают стоящие за ним крупные финансово-промышленные группы, и они просто отрабатывают честно повестку, которая касается обогащения тех или иных людей, и удержания моделей статус-кво существующей экономики, вместо того, чтобы заботиться о государстве. Президент, по идее, должен быть фигурой, и так прописано в Конституции, украинской фигурой, которая отвечает за всю нацию, избирается прямо народом, и таким образом обеспечивает себе право на правление вне прямой зависимости от влияния всех этих групп, по крайней мере формально, в отличие от депутатов, которые формируются по партийной принадлежности, а партии сами по себе кем-то финансируются и какие-то цели преследуют. Единственный вопрос, который мне непонятен и меня смущает, это слово диктатура. Хорошо, вот у меня сразу несколько вопросов, Крената, а в этой модели, которая предполагается, что означает диктатура? Молдова идет в Европу, как в Европе будет принято слово диктатура, да и честно говоря, меня оно не устраивает. Второе, как будет распределяться соотношение ветвей власти, есть ли премьер-министр, например, в этой модели? Потому что есть президентские республики с премьер-министром, который избирается в парламенте, а есть президентские республики, в которых нет вообще премьер-министра, например, США. Я всегда задаю проверочный вопрос, как фамилия премьер-министра США и всех все благополучно устраивает. Кто будет контролировать этого диктатора, президента, и как подстраховаться от того, что он будет ввести какой-то самодурственный курс внутренний и внешний, да и что с ним делать, если он все-таки начнет этот курс, превратиться в нового Сталина внутри страны и в нового, я не знаю кого, Гитлера вовне, во внешней политике? Что тогда делать? Кто спросит с такого президента, простите, а диктатор? Самоконтроль прежде всего. Самоконтроль. А если мы знаем, что люди, попадающие во власть, часто, мягко говоря, у них начинается измененное состояние сознания, они перестают себя критически контролировать. Им часто кажется, что они совершают безупречные свои правильности поступки, но со стороны это выглядит немного не так.